В этой семье своя сказка про 12 месяцев. Дни рождения сыновей и дочек супруги Черновы справляют с января по декабрь включительно. Шутят, не хватает только сентября. А вот июнь в календарь праздников добавился недавно. К Жене, Грише, Максиму, Кристине, Славе, Никите, Косте, Насте, Ксюше, Соне и Данилу присоединился Илья. В том, что мужское счастье, как и женское, заключается в детях, говорит глава семейства, он убедился уже в 12-й раз. Я в детдоме был и мечтал, чтобы было столько реки. Именно 12? Ну почему 12? Можно и больше. Тяжело, но у нас получается все. Справляемся. Собрать младших в садик и в школу, дать советы старшим по воспитанию внуков, а их у Черновых уже трое, а еще постирать и погладить белье, прибрать в квартире и приготовить обед. В ходу только пятилитровые кастрюли, а любимое блюдо домочасов – жареная картошка – умещается как минимум на двух сковородках. Кстати, извечный женский вопрос, что подать к столу, говорит Ирина, ее никогда не мучает. Насчет готовки у меня никогда проблем, в общем-то, не было. Даже соседи всегда удивляются, что я никогда не плачу, что сегодня приготовить. То есть оно как-то само собой все это приходит. Выхожу, я уже привыкла большими чанами готовить. Недостатка в помощниках у многодетной мамы точно нет. От домашних дел отлынивают пока только двое. Не доросли еще. Мы идем гулять, я прихожу с улицы, мама оставляет посуду в вакууме и я мою. Что же касается мечты, то она у большой семьи Черновых одна, но тоже большая. Это дом на земле с приусадебным участком, где они обязательно будут выращивать разнообразные овощи и даже посадят виноград. Впрочем, на свою маленькую квартиру многодетные родители и их старшие дети не ропщут. Говорят, самое главное для счастья – семья. У них уже есть. Так же скажу, как мама, что это все для меня. Елена Бобкова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал.